Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Dark Souls 2 подробно. Я сменил эквип в прошлом, ну, после прошлого видео, потому что этот эквип магов, он повышает скорость каста. Не очень сильно, по-моему, я не помню, есть ли где-то параметр скорости каста у меня. Да, 122, это, по-моему, как раз оно и есть, да. То есть на 22%, наверное, возможно, но в любом случае это слегка полезно. И сегодня я, может быть, наконец-то доберусь до DLC, потому что в основной игре осталось не так уж много. Да, я три видео назад убил финального босса, и теперь, наконец-то, в основной игре осталось не так уж много, что, может быть, меньше одного видео на это все уйдет. Ну, ладно. Во-первых, в прошлом видео я в конце подобрал щит Феникса. Если я вспомню, как он выглядит, это немножко поможет, наверное. А, вот он. Небольшой щит с изображением Феникса. Огненное море, поглотившее железным стадель, поглотил и этот щит. Но когда его нашли, он был совершенно целый, лишь немного потускнел. 90% огненный резист. Довольно логично. И также в железной стадели я подобрал заклинание Штормхауса. По-моему. Считается, что пламя Хаоса поглотила прородительную Суперамантию и создает множество столпов пламени Хаоса. Искавшие могущество стали жертвой собственных желаний. Где же теперь их потерянные души? Так, ну и еще одна вещь, про которую я слегка, не то чтобы забыл, но я забыл это упомянуть. Ну и слегка забыл тоже, да. Окей. Это тот факт, что мне нужно еще что-то сделать с... Пожалуй, эти резонантные души возьму. С оком. У меня же есть сломанное... Разбитый око просто. Отправляет в мир предателя. И для того, чтобы оно активировалось, мне нужно всего лишь пройти слегка вот сюда. Ну и себе продают все то же самое, что и раньше. Для этого нужно сколько-то веры иметь? Наверное, двадцать, может быть? Ну это все уже было. Ну и теперь я могу использовать... Разбитый око. И отомстить. Она опасная. Ее заклинания слегка ваншотят. Ну или, по крайней мере, они достаточно дамаговые. И у самой у нее много жизни. И места здесь тоже не особенно много. Ну, к счастью, резонантные души дамаговые. И да, у нее есть отхил. Ее можно просто застанлочить чем-нибудь милишным. И это работает. Ну или можно закидать темными сферами. Хватит отхиливаться. У нее когда-нибудь кончится этот отхил или нет? Я не уверен. По-моему, нет. По-моему, у нее заклинание бесконечное. В отличие от меня. Ну, опять же, станлок помогает. Ключ-камень. Успокаивающий свет. И весь тот же шмат, который она мне и так дала. Ну, учитывая, что в той локации, где лежит это око, вторгается безымянный узурпатор. И учитывая, что безымянный узурпатор очень визуально похож на Лисию. Видимо, это она и есть. Я знаю, что вроде как... Точнее, не вроде как. Вроде как народ писал в комментах, что она не вторгается, если ее убить. То есть, если ее убить в начале игры, то безымянный узурпатор не вторгается. Насколько я помню, до переиздания такого не было. Она все равно вторгалась, даже если ее убить в начале. Но, возможно, я ошибаюсь. Ну, ладно. Что я из этого всего получил? Я из этого всего получил ее эквип. Капюшон клириков, владеющих чудесами. Немного улучшает использование заклинаний. Принадлежал Лисии из Линдельта. Линдельт основан на Стройких Заветах. Его жители часто отправляются в чужие земли для совершенствования Васкезия. И нередко вдали от дома они отказываются от строительных устоев Линдельта. Увеличивает количество использования для каждого заклинания. Настолько же интересно, насколько и мой капюшон. Потому что у меня сейчас 52 сферы тьмы. И сейчас у меня 52 сферы тьмы. То есть настолько же капюшон выглядит лучше. Но все же. То же самое все. Немного улучшает использование заклинаний в плане... Не в плане скорости. Так что возможно урон повышает или что-то подобное, но не должно. Ну ладно, так же я получил колокольчик. Идола. И также пару предметов отсюда. Ключ с камнями от ротонды. Вставьте его в центральный столб, чтобы повернуть ротонду к другому проходу. В нем нет ничего магического, но это умелая работа инженера. И заклинания... Упокаяния души. Одно из забытых чудес, сохранившихся в склепе нежити. Она носит серьезный урон полум, но не оказывает эффект на остальных врагов. Склеп нежити. Место упокаяния живых. Те на кого упало проклятие. Могут лишь надеяться, что перед ними когда-либо откроется его дверь. Когда-нибудь. Или успокаивающий свет. Возможно успокаивающий свет. Что-то хранилось в монастыре Линдельта. Но его украли, а вора так и не нашли. Наверное это и вор сама Алисия. Вероятнее всего. Но это дает реген. А не-не-не, это не дает реген. Реген дает какой-то там еще свет. А это просто кучу здоровья себе и всем вокруг восстанавливает. Ладно. Так, что дальше? Стрейд с его предметами всеми. Боссовскими и не только. Надо еще его эквип получить. Который он дает за то, что я с ним поговорю после того, как я ему 5 душ дам. Так что 5 предметов мне нужно у него купить. Обмен. Или возможно 4. Ну сколько-то в общем. Клинок Миты. Клинок, в который заключена душа губительной королевы Миты, покрыт сильнодействующим ядом. Мита была добрейшей из королев, пока рассудок ее не помутнился. Была ли это роковая страсть или прикосновение к яду из глубин земли. Меч Смелтера. Великий двуручный меч изготовлен из души демона из Плавильни. Клинок содержит в себе силу ужасного пламени, которую можно высвободить сильной атакой. Земля разверзлась, из пламени появилось чудовище. Близорукий король был убитым с одного удара, а замок его сожжен. Специальная атака, она вперед пламенем выстреливает. Ну не столько выстреливает, сколько взрывается скорее. В общем, что-то типа поджигания, заклинания, только больше и эпичнее. Возможно, дамагове, не помню. Великий двуручный меч преследователя. Чтобы использовать наиболее опасный из прямых мечей, нужно быть очень сильным и ловким. Охотится над меченым проклятием, будто каждая душа нежить и искупает один из его грехов. Искривленный меч. Я, по-моему, это уже читал, кстати. То, что у меня было к тому моменту, как я сюда пришел. Часовой доставил пленников переполненной бастилией, на ветхие корабли приказал держать курс в открытое море. Большинство заключенных утонуло или умерло от голода, но нескольким удалось добраться до земельной юги, где они передали свои каудовские навыки местным жителям. Интересно. То же самое. Каменный топор гиганта из души последнего гиганта. Пусть это оружие и похоже на примитивный инструмент, но огромный размер наделяет его громадной мощью. Король Вендрик пал во время решающего сражения с гигантами, оставив замок и своих подданных в полном смятении. Очевидцы рассказывают, что когда королева узнала эти новости, лицо ее осталось бесстрастным. Шпастая дубина часовала тоже. Двузубец горгульи. Считается, что горгульи охраняют замки и крепости и защищают их от беды. Их можно было встретить во все времена, во всех странах, в самых разных обличьях. Некоторые из них сделаны настолько искусно, что кажется, словно они вот отоживут. Алибарда Драконевого Всадника. Всадники из гвардии Короля Вендрика. Этим универсальным оружием можно делать выпады, наносить рубящие и колющие удары. Кроме того, эта алибарда пропитана магией. Только умелые и опытные воины могли пользоваться этим оружием, и оно часто применялось для того, чтобы отделить тех, кто мечтает стать Драконевым Всадником, от тех, кто это достоин. Ревущая алибарда. Эта алибарда изготовлена из души повелителя скелетов и напитана силой тьмы. На алибарде изображен ужасный череп, отлицетворяющий падение повелителя скелетов из мира живых в мир мертвых. Это, по-моему, кстати, самая дамаговая алибарда по чистому урону в игре. Или, по крайней мере, она была такой. До переиздания. Если ее проапгрейдить во всякие там... в тьму или еще во что-то такое. И на... ну, плюс 10... нет, плюс 5 сделать и все тому подобное. У нее получалось больше всего именно чистого урона цифры. Там 800 с лишним получалось, атак рейтинга. Ну ладно. Костяная коса из души алчного демона. Из угнутых ребят алчного демона тверд, как камень для светового оружия. Не рассекает плоть, орвет ее. Как-то создание превратилось в чудовище, с чего началась его история, почему оно не покинуло злобную королеву. Возможно, оно было зачаровано какой-то искаженной формой любви. Пика из души колесницы. Возвращенная форма этой пики, отражение колесницы ее продевшей. Безжалостного создания, подвергавшего нежить страшным мучениям. Парный клинок драконьего всадника. То же самое, что и у всего остального драконьего всадника. Пятнистый кнут из души демона песни. Покрыт пятнами, выдающими его ядовитую суть. Благозвучный голос должен был завлекать людей в логово ужасного демона, чтобы он мог сожрать их. И это очень неплохой ядовитый кнут. Стакать я дым эффективно получается. Я, скорее всего, его себе сделаю. Лук драконьего всадника. То же самое, примерно, описание. Очень мощный, но не очень скорострельный лук. Арбалец со щитом. Созданный из души колесницы палача. Во время стрельбы железная пластина служит щитом. Чудовищная колесница причиняла страдания всем вокруг, не боясь отмщения. Созданный из ее души арбалец стремится защитить владельца. Оно во время стрельбы, именно в момент выстрела, ну и чуть раньше, чуть позже, в общем, во время анимации стрельбы, было щит как щит. Большой щит преследователя. И большой щит драконьего всадника. Званием драконьего всадника награждались славные воины, помогавшие основать Дранглейк. Вместе с королем они сокрушили прежних обитателей этих земель и возвели на их костях новое величественное королевство. И также здесь пара заклинаний доступна. Тяжелые наводящиеся стрелы души. Из души стража руин. Тонкие разрушительные стрелы души, которые могут преследовать цель до самого края земли. Град душ из нажки. Заклина неподвластна лишь самым талантливым магам. Оно работает лишь в некоторых местах и против определенных врагов. Ну, оно не работает в помещениях, насколько я помню, потому что оно с неба прилетает. Или что-то такое. Священный обед из Вильстата. Древний чуд, дарованный воинам когда-то служившим Богу Солнца, дает временную прибавку к атаке и защите, использовавшему и союзникам рядом с ним. Довольно неплохо будет атаковать защиту. Полезно. Ядовитый туман. Плотное облако ядовитого тумана. Яд разъедает тело жертвы, наносит постепенный урон, постепенный урон, пофиг. Создатель этого заклинания явно считал, что его враги заслуживают медленной смерти. И кислотная струя. Это заклинание не наносит врагам урон, но вредит их снаряжению. Еще одна пиромантия, порожденная коварством. И то и другое из разных красивых боссов. Отпор. Порча искривляющая пространство. В течение короткого времени повреждения не наносится. У ведьмака Джелея не было учеников, поэтому неизвестно, когда до нас дошли его заклинания. В общем, вся фигня. И область вемпиризма. Создает в указанной точке область тьмы, наносящую урон каждому, кто ее коснется. Это жуткая тьма, созданная ведьмаками. Высасывает жизнь у всех, до кого дотянется. Хм. Это из Дарк-Люртера. А это из Повелителя Гигантов почему-то. Я сделаю кнут. Я быстренько пойду к Арнифексу и проверю. Может быть, я у нее не все посмотрел? Потому что, по-моему, я у нее в последний раз был до того, как там... Как я убил Дарк-Люртера. Но, возможно, позже. Я не помню точно. Так. Факел. Мотей. Да, Василий Скумри тоже. Или он... Нет, он не иммунинг к тьме, я просто не попадал нормально. Да, это все не долетает, пауки не должны агриться. Нет, вроде бы это все уже было, правильно. Да, и этот тоже. Тогда все окей. Здесь я сделал колокольчик. Хотя у меня, возможно, на нем не хватит статов. Ну, все остальное мне точно не нужно здесь. Ну, теперь просто рандомные там... Три-четыре предмета у стройда. Паука,ди нафиг. Так, кнут я уже взял. Ну, допустим, алибарда, она от тьмы хорошо... Ну, потом будет хорошо скилиться. Что-нибудь еще у него темное есть? Ничего. А, да, оба этих заглядания стоит взять. Вообще, может быть, стоит... Не, ну все не стоит покупать, потому что, может быть, я что-то захочу покупать у... Ну, что-то другое из той же души взять у Орнифекса или что-нибудь такое. Ну, клинок Мита мне не хватает. Ловкости. Не хочу брать то, на что мне не хватает статов. На удивление, на алибарду всего хватает. Она довольно мало требует. Ну, нет, все остальное, что он продает, требует больше, чем у меня есть. Хм. Ну, ладно. Меньшая королевы Миты. Смелтера. Преследователя. Ладно, он дал мне свой эквип. Его эквип прикольный. Но, по-моему, не очень полезный. Увеличивает скорость использования заглянаний шлем. Черный капюшон слегка повышает скорость использования заглянаний. Принадлежал Стрейду из Алафиса. Стрейды прогласили в королевство Алафис, чтобы он смог поделиться мудростью с его народом. Но вскоре его начали бояться, и в итоге Стрейд угодил в ужасную ловушку. Повышенная сопротивляемость магии. Времени, которое Стрейд провел в камне, хватило бы на несколько жизней. Он успел пережить несколько королевств. Так было, пока не появился Дрэнг Лейк. Это его перчатки. Эти, что ли? Да. Ну, как-то так. Но, естественно, мне больше поможет это, и... Всякая фигня, которая бустит магию. Так, я слепой. Вот. Сойдет. Мне, в принципе, вообще во всей серии Дарк Соулс не нравится тот факт, что очень много шмоток с дополнительными эффектами. Которые там тем же магам приходится носить в основном, потому что без них у магов недостаточно дамага, просто тупо. Ну да ладно. Ну, вроде все. Возможно, я, конечно, чего-то забыл. Но, по-моему, все закончилось, и осталось только проапгрейдить новый колокольчик, если мне хватает на него статов, и пойти уже в ДЛЦ, наконец. Впервые. И умереть там миллион раз, потому что там все достаточно хорошо сопротивляется моему урону. Нет, 40 веры на это нужно, так что это вряд ли. Также я хочу поменять кольца. Я хочу взять кольцо бездны. Я хочу взять кольцо на скорость каста. Если вспомню. Да, вот так оно выглядит. Опять же, я мог бы пойти поубивать боссов на НГ+, и... Ну, то есть, позжигать фигню в кострах, и поубивать боссов на НГ+, после этого. Чтобы получить с боссов некоторые дропы. Потому что на НГ+, и на НГ+, 2, некоторые боссы дропают всякие дополнительные кольца и прочие вещи. Скажем, колесница на НГ+, дропает, по-моему, кольцо на риген стамины про апгрейджена. Налжка дропает кольцо на скорость каста про апгрейджена и так далее. Но пофиг. Мне не очень хочется этим заниматься. Обычных кольца должно быть вполне достаточно. И пойду я сначала в это ДЛЦ. Ключ к нему... Где, кстати, ключ к нему был? Внизу, по-моему, где гиганты были. То есть там, куда я спрыгивал... В общем... Есть какой-нибудь лук? Конечно же нет. Есть какой-нибудь бинокль? Должен быть вообще. А, он оружие в этой части, черт. Вон есть оружие в этой части. Ну ладно, не важно. Лук сойдет. Это не та кнопка. В общем, вот туда вот спрыгнуйте. Потом еще ниже спрыгнуйте. Там пещера с двумя гигантами. И в этой пещере насколько... А, не-не-не-не. Нет. Не там. Там ключ. То есть туда все равно нужно. И этим ключом в дыре в Маджули открывается дверь. За которой лежит... Ключ к ДЛЦ. Перед тем, как туда идти, я все-таки немножко... Поменяю заклинание, потому что это мне нафиг не нужно. И вместо этого, может быть, имеет смысл взять... Пробуждает души мертвецов. По-моему, оно как-то дамагово... А у Яш накастовало или что-то такое. Да-да-да, это вот эта вот фигня. Это такая круговая большая АУЕшка, которая наносит кучу урона. Довольно полезное заклинание. Заклинание. Ну и теперь, когда я взял этот ключ... Ну, я его взял еще давным-давно. Наверное, надеюсь. Коготь дракона. Легенда гласит, что в глубинах черной расселены, запертой снаружи дверью, лежит прекрасный город, выстроенный ради дремлющего в нем дракона. Этот коготь очень старый, но он по-прежнему лучится силой. Кстати, я зря убрал лук, потому что мне там лук очень даже понадобится. И по весу он влезает. По весу что угодно влезает, у меня все легкое. В общем, теперь с этим ключом я могу потрогать это и пойти внутрь. Это можно прочитать? Да. Но как-то так. Бывает. Здесь я могу поставить свои знаки. На этих вот платформах. И тогда меня можно будет призвать в бонусные локации. Но это, в принципе, сейчас уже не важно. Это было полезно, когда это было DLC, которое не было включено в игру, как в переиздание. Потому что можно было, не покупая DLC, поиграть в него немножко. Но сейчас все немного не так. Сейчас DLC есть у всех, так что можно просто дойти до бонусной локации и там поставить знак. Если уж так хочется. Шульва. Священный город. И сразу же... Сразу же дракончик. Заодно и финальный босс этого DLC. Но это еще не скоро. DLC длинные. Их три. И они каждая там часа на, не знаю, на три, а то и больше. Так что это еще там 10-15 серий будет пройти DLC. Но пока что... Пока что поехали первые хотя бы проходить. Тут еще это знак от игрока. Вниз лестница. Там потом будет шорткат. Сейчас там лифт просто закрытый. Точнее, не работающий. Точнее, тут просто нет лифта. Спрыгнуть, конечно, можно, но это немного смертельно. Надо будет его активировать. И потом я смогу... Отсюда... Бегать туда, куда этот лифт ведет. Но это уже почти самый конец DLC. И первый враг, и основной враг этого DLC, это такие вот солдаты Шульва. Они бывают с дубинами, они бывают с пиками. И, по-моему, все. И они ядовитые. Все их оружие накладывает яд. От них довольно легко уворачиваться. Их очень легко парировать. И у них довольно высокий резист к тьме. Ну, 3 каста убивают, так что все норм. Вообще, у почти всех врагов во всех трех DLC довольно высокий резист ко всему. Не физическому. Но, тем не менее. И одна из особых фишек этого DLC, это вот такие вот колонны, которые можно ударить. И они что-нибудь делают. В частности, они поднимают и опускают вот эти платформы, башни. Как это назвать? В данном случае, я задамаживаю пару брегов. Скинуло еще одного в пропасть. Но, естественно, это не единственный смысл этих башен. На них можно куда-нибудь подниматься, на них можно куда-нибудь спускаться и так далее. И также эти столбы, которые их активируют. Упс. Ну, почти одинаковый урон. Их можно активировать и дистанционно с помощью лука или чего-то подобного. Я возьму, пожалуй... А, нет, у меня нет никаких обычных стрел. Ладно, я возьму какие-то более обычные стрелы. А я возьму и выстрелю туда. И это поднимет эту башню, скинет еще одного в пропасть. Но на башню приедет еще один драк. Что неприятно слегка. Как, кстати, мой посох дамажит, если им избивать врагов? Терпимо. Ну и да, лучники еще есть. Я про лучников забыл, когда говорил, с чем бывают эти враги. А, и даже одноручные мечи у них бывают. Одноручные мечи довольно сложно парировать. Сложнее, чем... Чем пики и... Дубины. А также этих врагов сложно станить. Нужно какое-нибудь совсем тяжелое оружие с кучей поездамага. То есть они выглядят, конечно, как какие-то обычные слабые полы. Но станется они очень плохо. Так что надо быть аккуратным. Тут я сделаю вот что. Я возьму и еще раз стукну этот столб. И спрыгну на башню, пока она поднимается. И смогу с нее спрыгнуть туда. И подобрать кварцевое кольцо тьмы плюс три. Засчитать мы. Я не помню. Нужно ли мне сюда спускаться? Есть ли там что-нибудь? По-моему, оно ведет туда же, куда я могу. Да, и другим способом попасть. А там вообще ничего нет. Окей. Даже мои темные сферы, кстати, их не станет. При том, что у них очень неплохой такой поездамаг. Так что они должны хорошо все встанеть. Упс. Здесь лежит длинный лук плюс семь на случай, если у вас нет лука, потому что он нужен здесь. Потому что нужно часто дистанционно... Ну, он не то чтобы нужен обязательно, но он очень помогает дистанционно эти столбы активировать. Но это заодно неплохо так намекает на то, что их можно дистанционно активировать. Потому что если бы их нельзя было активировать дистанционно, и вы сюда вот так вот спуститесь... Ну, удачи вам в этом. Тут, в принципе, и так все не идеально, потому что приходится на самый-самый дальний край этой платформы отходить. Ну, по крайней мере, можно подняться назад. Заодно спрыгну сюда. Но здесь, насколько я помню, то ли ничего нет, то ли нет ничего полезного. А, да, это внутренний этаж этой платформы. И действительно ничего полезного. Потому что эти башни, у них есть крыши, но под крышей у них есть еще и этаж, скажем так. Как мне теперь отсюда выбраться? Возможно, я зря это все сделал. Хотя, скорее всего, я отсюда откуда-нибудь смогу выстрелить по... Да. Выстрелить туда. И потом обойти и подняться. Во всех трех DLC, в принципе, в левом дизайне есть какие-то такие интересные элементы. Нестандартные. В первом DLC это вот эти вот кнопки. Ну, во втором и в третьем будем разбираться, когда дойдем до второго и третьего. И мне это в целом нравится. Мне не нужен, кстати. Мне нужна пиромантия, лучше лук поставить на правую руку. Тут и сам по себе левый дизайн достаточно хороший и интересный. И он становится еще веселее и интереснее из-за таких вот всяких дополнительных фишек. Ну, пока что мне сюда. Еще один враг этой эвакации это жуки. Жуки в целом не то, что прям супер опасны. Но проблема их в том, что они, во-первых, очень любят быть где-нибудь на потолке и спрыгивать вам за спину. Во-вторых, у них есть... Кислотные всякие атаки, которые ломают ваш эквип. И также их вот эти вот яйца при разрушении тоже создают маленькое такое кислотное облако. И также по мне стреляет лучник. Иди ты нафиг, лучник. И ты тоже. Мм. Эмм. Урон, не? Да, урон. Не сразу, но все-таки урон. Какое-то слегка кривое изглинание. Сначала я пройду в сторону жуков. Даже нет, мне не сюда вообще нужно. Тут бальзам из золотого плода. А, не-не, сюда просто. Просто я не в ту дверь сначала начал выходить. И тут можно поднять еще одну платформу. И это, в принципе, можно было сделать с самого начала. Потому что я вот там вот был в самом самом начале. Это самый вход в Акацию. То есть это первый столб, который я использовал. Я сейчас перекатился мимо него. Во время переката, когда он уже был у меня за спиной, нажал лог. И лог все равно сработал. А почему они не могут в остальных играх серии сделать такой же хороший лог, как во втором дарке? Ну да ладно. В общем, здесь кольцо ядовитого укуса плюс один. Защита от яда. И возможность вернуться в самое начало. Если вдруг вам нужно. То есть я вот так вот пришел. И я могу сразу спрыгнуть сюда. А кроме этого... Да, я могу сюда пройти. И здесь я могу аккуратно спрыгнуть. И здесь я могу подобрать... Старый растительный бальзам. Это один из предметов, который здесь встречается. И, упс, я его уже встречал. И, наверное, прыгать в пропасть было не самой лучшей идеей. Я думал, я перекатом достану эту платформу. Ну, я был не прав. Бальзам этот, который я уже пару раз находил. Так, где он и как он выглядит? Потому что насчет этого я точно не помню. А, вот этот, да. Старый растительный бальзам и бальзам из золотого плода у меня есть. Этот увеличивает силу временно. Это похудшее масло влияет на разум, давая временное ощущение могущества. И второе дает веру. И такие же будут в какой-то момент, которые дают ловкость и интеллект. И они дают, там, не знаю, плюс пять силы на время или что-то подобное. Сейчас у меня сколько силы? Семнадцать. Семнадцать. Двадцать два, да, плюс пять силы. Не стакается. То есть, если я два съем, оно просто время обновляет. Но больше силы от этого не становится. Я не вижу в них такого уж прям особого смысла. Потому что, если вы хотите урон для силового какого-нибудь оружия, то обычно чаще... Чаще всего проще сожрать, там, какой-нибудь баф, который дает урон. То есть, например, священный обед. Если у вас хватает на него вера. Или жука, если у вас есть жуки. Потому что это даст больше урона. Если у вас не хватает силы на то, чтобы использовать оружие, то, как бы, тоже польза сомнительна, потому что оно через минуту перестанет действовать, и у вас снова не будет хватать силы, чтобы использовать оружие. Не уверен, что это такой уж хороший план. А, нет, мне нужно быть не здесь. Упс. Мне нужно быть здесь. Кстати, вот эта вот кислота, которая из этой всей хрени, она ломает и оружие тоже. Точнее, она, возможно... Нет, она все, да, все ломает. Кислота, которая в основной игре обычно встречается, она ломает только броню и кольца, а оружие не трогает. Кислота этих жуков, оружие вполне ломает, как и броню, как и все остальное. Они тоже дропают бальзам. Ну ладно, поехали уже дальше, туда, куда нужно ехать. А это вот эта вот дверь. То есть это после всех моих спусков, после того, как я там всех перебил, либо спрыгнул сюда, либо спрыгнул туда, либо спустился на одном из этих лифтов. Неважно, в общем, спустился сюда. И теперь правая дверь мне нужна. На самом деле, да, мне можно было бы туда пройти. Это, по сути, туда же приведет. Но для начала правая дверь, потому что я могу стукнуть это, и это... Что именно сделает? Да, выдвинет платформу. Я могу перепрыгнуть, я мог бы поднять вторую... А, нет. Не уверен, что я хочу перепрыгнуть тут двоих. Я могу бы поднять вторую платформу. и пройти просто пешком. Но можно и перепрыгнуть. И это поднимет, точнее, выдвинет из стены еще одну платформу и даст мне возможность пройти дальше. Опс. Ну, я его убил хотя бы. Зайдет. Посможет, мне стоит вернуться за душами. Где они? Наверху или внизу? Отсюда не видно. А отсюда? Внизу. Черт. Ладно, как вариант, я сюда перекочусь. И встречу еще одного врага этой локации и одного из самых неприятных врагов в игре. Это вот эти вот статуи. Это... По сути, те же статуи, что были в помойке и везде. Только здесь они не уязвимы, во-первых, сами по себе. Во-вторых, они находятся на спине кристальных ящериц или... Да, кристальных ящериц. И чтобы это все задамажить, нужно стрелять идеально в саму кристальную ящерицу. Ядовитые стрелы не помогают. Лочить ее нельзя, так что магия тоже не особена. Возможно, на станке жизни. Да. И оно просто ползет в вашу сторону и стреляет. Не очень приятно. Их не обязательно убивать, конечно. Можно просто бежать мимо. И это часто эффективный способ борьбы с ними. Но я предпочитаю убивать. Это поднимает вторую. Точнее, выдвигает вторую платформу здесь, чтобы не перепрыгивать. И тот стауб, что было наверху, он выдвинул эту платформу и позволил мне перейти сюда. И встретится еще с кучей жуков. Да, блин. Когда-нибудь я попаду. Сойдет. Это дверь, скажем так. Это возможность вернуться назад. Потому что снизу я вернуться назад не мог, поскольку там немножко выше платформа. Эта дверь немного важнее, потому что отсюда я могу пострелять. Пострелять. И конкретнее отсюда я могу поднять пару платформ. Упс. Которые по-другому ниоткуда не достать. Это, да, поднимет ту платформу, и она меня потом очень неплохо закроет от вражеских лучников. Ну и сейчас от части вражеских лучников. И также... Бысковато. Туда. Туда. И туда. Не достреливаю, не достреливаю. И теперь уже не... Да, теперь уже не достать. Ну ладно, неважно. В общем, отсюда можно пару платформ поднять. И это... Это то, куда мне нужно дальше. Это, в принципе, туда же ведет. А по той колонне я намеренно не выстрелил. Потому что она будет нужна чуть позже. Да, так... Так лучше. И теперь, собственно, поехали вниз по лестнице. Дальше по локации. Метательные ножи 20 штук. Не очень нужны. Треснувший красный око 5 штук. Не очень нужны. Чувак с дубиной. Не очень нужен. И вид на предмет, который намекает, что я туда потом смогу попасть. Это место, которое относительно легко пропустить, если не знать, что оно существует. Но сейчас я увидел предмет, поэтому я знаю, что оно существует. И вот две те башни, которые я поднял. И они загораживают всех лучников от меня. Потому что там штук 5 лучников. Так что в этом смысле все хорошо. Я пока что спущусь сюда. И да, я видел там предмет. Сюда я спущусь, но здесь ничего практически нет, кроме двух врагов. Готово. Ядовитый мох, ядовитый мох. А в эту комнату можно будет спрыгнуть сверху? А здесь... А нет, да-да-да-да-да, точно, здесь проход дальше как раз. Я слегка запутался в том, где что расположено, тогда я сюда пока не пойду. Вместо этого я пойду сюда, подберу магические болты. Один лучник все-таки вышел. Он меня сейчас еще и убьет, видимо. Проблема в том, что передо мной лежащий труп это не труп. Это враг. Черт. Вот это вот то место, где лог меня подводит. Пока труп до конца не встанет, его нельзя залочить. Почему я это пропустил, кстати? Потому что я его могу отсюда стукнуть и спрыгнуть на платформу, которую он поднимает сразу же. И это как бы не подразумевается слегка, что так можно... Ну, то есть это подразумевается слегка, как такая секретка шорткат. И да, их можно парированием делать. Потому что это ведет к костру. Но правильный, скажем так, способ попасть к этому костру он немножко другой. Так я зато пропускаю целого талпу врагов. И получаю кучу урона от падения, когда попытаюсь вернуться назад. Или я могу, конечно... Нет, не могу, конечно, выстрелить, потому что у меня камера так не опускается. По крайней мере, не оттуда. Окей, я подниму его еще раз. Но сам я пойду сюда. Теперь, когда я поднял эту башню, тут по мне всего лишь один лучник стреляет, и я могу стрелять по нему в ответ достаточно эффективно. Ау. Ну ладно. У меня есть звучные души. Они тратят всего лишь 100 душ, но по дамагу они как-то почти не отличаются от от сферы тьмы. Так что не уверен, насколько много в них смысла. То есть можно просто считать, что это 50 дополнительных зарядов сферы тьмы? За души. В этом плане они достаточно полезны. Ну и урона у них там на какие-то копейки больше. Да, он умеет пить эстус. Мерцающий титанит. Так, я не совсем помню, что это поднимает. Да, это поднимает то, о чем я думал. Мне надо бы съесть порошок. Который кончается. Надо бы купить порошок потом. Но потом. Тут еще одна ящерица, до которой я не достал немножко. Так, наверное, стоит вылечиться. А нет, она подползла. Ее убило. Почти убило. Сойдет. А здесь есть секретка на самом деле. Секретка это заключается в том, что я могу попасть туда. Очевидно. Для того, чтобы действительно попасть туда, мне нужно что-то сделать с вот теми вот статуями. Или даже... Ну, как минимум, я могу просто спрыгнуть на платформу. Для начала. А, да. Со статуями ничего не нужно было делать. С ними можно что-то сделать. Можно закидать их всякими огневыми бомбами, чтобы они сломались и стрельнуть по этой. По этому переключателю сверху не спрыгивая. Но можно просто спрыгнуть. Так. Проблема в том, что здесь целая куча этих ящериц. И вот эта вот хрень. Эта хрень не агрессивна. Также здесь есть шипастый кнут и шаги перемирия. Если эту хрень бить шипастым кнутом, и, возможно, не только им, но в основном им. Оно выпускает ауру, которая чинит эквип, по-моему. Сейчас можно это... Нет, сейчас нельзя проверить, потому что я только что порошок съел. Ну, в принципе, это может быть слегка полезно. Или можно ее просто убить. А, у нее не помещаются хитпоинты, но они у нее есть. Этого дерева. У него, наверное, правильнее. То есть убить его все-таки можно. Их довольно много. Ну и у меня кинжал довольно слабый. Ну вот, кстати, у меня кинжал поврежденный довольно сильно. Так что я могу взять шипастый кнут и стукнуть разок. И вот у меня кинжал подчинился. Может быть, оно активирует этот эффект, если его заблизить. Еще постыкнут его близит, потому что у него какой-то там безумно низкий резиск в лиду. Я не уверен, на 100%. Я не пробовал другим близящим оружием бить. Но кинжал, скажем, вот этот вот не работает вообще. Я получил из этого ветки, точнее корни, сушеный корень, надолго восстанавливает здоровье. Корень многолетнего растения с юга, надолго восстанавливает здоровье. Дикие животные не выносят запаха этого корня, но странствующие клирики стараются разыскать его из-за мощных лечебных свойств. Дает медленный реген, но долгий реген, как на нем и написано, собственно. Проблема в том, что медленный, но долгий реген в этой игре очень редко нужен. Ну окей, теперь я поднимусь по этой лестнице и уже более человеческим способом попаду к костру, просто пропрыгив по всем этим платформам. Там также видно еще одну пещеру с лутом, туда я попаду сильно позже, это конец бонусной локации. Но это в любом случае будет не сегодня. На сегодня я на этом закончу. Я дошел до второго костра. Костры в DLC их довольно много во всех трех DLC, но при этом как бы их много в том смысле, что типа там пять костров на DLC это звучит как довольно много, но учитывая насколько сами DLC длинные, если бы костров было меньше, это было бы не совсем адекватно. То есть они, мне кажется, именно хорошо расставлены в плане количества врагов между этими кострами и сложности этих врагов и количества всяких шорткатов. Ну да ладно. В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Пока.